Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш семинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Удович, менеджер-преподаватель компании «Альпари» в городе Минске. Сегодня посмотрим, как начнутся торги. Уже понедельник, начало новой недели. День такой достаточно интересный вообще, если рассматривать торговлю. Как правило, в этот день начинается движение рынка, которое уже будет определять и дальнейшее движение всей недели. Поэтому важно определиться, посмотреть баланс сил и прицелиться на будущее наперед. Давайте посмотрим сначала новости, что у нас на сегодня по новостям, какие параметры, статистика, показатели, которые могут как-то подкорректировать нашу торговлю, изменить, скажем, наши планы. Сегодня статистика бедноватая. Ближайшее что будет – 15.30. Два показателя. Один по Канаде, один по США. Какой-то такой уж решающей силой эти показатели несут, средненькие. Я не думаю, что они как-то сильно уж изменят расстановку сил на рынке, поменяют как-то баланс. Но в любом случае стоит все равно их принимать во внимание и ориентироваться на них. То есть торговать от них как от новостей не стоит. Но учесть, что они будут и как-то могут немножко скорректировать торговлю – это, конечно же, стоит, необходимо. Так, давайте теперь посмотрим на техническую картину, собственно, что у нас сейчас на рынке происходит и попробуем определиться с дальнейшим движением. По евро-доллару. По евро-доллару, как я раньше говорил, это еще не все движение. Я думаю, что 1.13, 1.14 – это все еще остается, скажем, актуальным движением, реальным. Пока, видим, меня открыл я на покупку сделку. Собственно, немножко поторопился, но думаю, что вырастет и дальше, собственно, сделка. То есть пока зашел именно так в покупке по евро. То есть не особо как-то еще, значит, ни шатка, ни валка цена и ни вверх, ни вниз. По сути, на одном уровне пока замерла, но пока идея как раз-таки у меня, пока идея вверх. Соответственно, как только от данного уровня цена, если она опустится ниже, уйдет ниже, тогда будем рассматривать уже сделки на продажу, искать продажи. Пока сделки именно на покупку есть внизу уровень. Собственно, от него цена опирается и отскакивает от него. Поэтому есть смысл как раз-таки поторговать пока именно покупки. То есть по евро, я думаю, идея понятна. Кто не зашел, можно попробовать зайти. Я думаю, еще будет откат где-нибудь с уровня 1.1085. Еще раз попробовать от него прикупиться. Я думаю, что цена еще, возможно, разок-другой к нему откатит. Но в любом случае пока ищем именно покупки. Идем дальше. Следующая пара у нас – это доллар, швейцарский франк. Что, собственно, по этой паре? Был хороший момент на продажу. Я, в принципе, не сориентировался, не увидел. Сейчас пока заходить, конечно, опасно в продаже. И о покупках тоже не стоит говорить. Основное направление, основная идея как раз-таки по швейцарцу пока продажа. Желательно, конечно, от уровня, который у нас был. Тут 97-99, то есть 98 практически был уровень. 0,98. Сейчас посмотрим, какой тут максимум. Ну-ка. Ну, практически, почти 0,98. Меньше немножко. Собственно, давали продать. Была возможность для продажи. Пока, собственно, надо тогда подождать. Пусть цена немножко откатит вверх. И тогда попробовать уже продать чуть повыше. Зачем так делать? Чтобы у нас был стоп. Стоп мы ставим за уровень, понятно. Чтобы стоп был короткий. Чтобы не был большим слишком стоп. Чтобы он не выбивался из нашего, скажем, money management. Поэтому пока по швейцарцу тоже момент упущен. Поэтому пока что сидим, ждем и наблюдаем. Вполне возможно, что цена еще вернется повыше чуть-чуть. Так что особо расстраиваться, огорчаться не надо. Тем более учтем, что сегодня понедельник. И основные все движения еще рынка впереди. Дальше. Идем дальше. По иене. По иене тоже я зашел в продажу. В принципе, стоп короткий. Тут, наверное, 12-13 пунктов. 12,5 пунктов. Собственно, с уровня самого продали. Поэтому есть хорошие перспективы движения цене вниз. Плюс стоп, даже если цена уже уйдет повыше, стоп коротенький. Поэтому особо расстраиваться, огорчаться не будем. Если даже мы и ошиблись с текущим заходом, ошиблись с текущим движением. Но, вообще, все просится на разворот. Что называется? Максим Ена, 124,44, 124,14. Что, Максим, можете ли вы пояснить в комментариях, что мне посмотреть? 124,14. 124,14. Сергей, это тот же счет. Собственно, он разросся. Я его сделал немножко поменьше. Так, Максим, возвращаемся. Уровни, от которых отталкивается сверху и снизу аж 4. 124,14, но отталкиваются они, в принципе. И что нам это дает? Хорошо, допустим, есть у нас уровень снизу, есть уровень пока сверху. Но сверху, я говорю, что больше пока вероятность того, что цена как раз-таки развернется. Если же она и не развернется, то никуда, собственно, далеко она не уйдет. Есть у нас, в принципе, короткий стоп. Собственно, пока такая идея. То есть, пока идея продавать. Второй уровень 124,44. Что он нам дает? Сейчас посмотрим. Сверху 124,44 я, если честно, уровня Максима не вижу. То есть, я пока показал свою идею, свой взгляд. То есть, ожидаю я движение вниз. Получится, не получится, собственно, движение. Увидим уже немножко попозже. Но пока о покупках говорить рано, потому что цена, как минимум, еще торгуется под уровнем. Как только она переберется повыше, тогда есть смысл уже искать покупки. Пока же, пока наблюдаем, смотрим. Идем дальше. По австралийцу. То есть, по австралийцу какая идея? Пока цена движения идет вниз. И есть смысл подождать цену, скажем, нижнего уровня. На четырехчасовике я начертил. Примерно 0,7320 где-то. 0,7325 примерно у нас уровень выставлен. Я думаю, что цена в ближайшее время как раз таки к этому уровню и будет двигаться. А дальше, как только цена подойдет, собственно, к уровню, уже посмотрим, как она на данный уровень, на текущий уровень отреагирует. Если начнет разворачиваться, соответственно, будем покупать, искать точки для покупок. Если же пойдет и дальше, ниже, тогда будем смотреть продажи, искать, собственно, сами продажи, где нам зайти, где продать. То есть, пока по австралийцу такова идея. То есть, сейчас заходить в сделки достаточно рискованно. Какой-то опоры, скажем, у нас нет в виде уровней ни сверху, ни снизу. То есть, цена немного, так сказать, зависла посередине. И чтобы там активно она торговалась, как-то я тоже не скажу. То есть, такие движения нам не совсем интересны. Не совсем они хороши. Почему? Потому что непредсказуемо дальнейшее движение. То есть, может цена и выше пойти, и ниже. То есть, у нас нет какой-то, скажем, зоны, от которой можно было бы поторговать. Но пока по всему заметно. То есть, глазу видно, что цена начинает потихоньку снижаться. И я обозначу уровень, у которого стоит ждать, собственно, цену. Пока в сделки по австралийце заходить рискованно. Идем дальше. По фунту, фунт-доллар. Фунт, собственно, начал снижаться с уровня. Если дневной график откроем, видим достаточно мощный уровень, который просто-напросто всеми силами, правдами-неправдами цену не пускает. Сколько раз уже билась цена, никак пройти не может. Но я думаю, что скоро этот вопрос решится. Возможно, цена счет катит сегодня-завтра. И, вероятно, что пробьет этот уровень, пойдет выше. То есть, у меня пока предпосылки идеи именно на такой расчет. Возможно, что можно сейчас ожидать от цены по фунту. Подход, собственно, к нижнему уровню нашему 1.56. То есть, немного осталось, порядка 15 пунктов. И дальше уже будем смотреть на поведение цены. То есть, как она будет торговаться. Если она начнет отталкиваться от уровня текущего, то, естественно, будем искать покупки, будем покупать. Если цена на данный уровень никак не отреагирует, прошибет его и пойдет, собственно, еще ниже, тогда есть смысл искать продажу. То есть, заходить именно в продажи. Пока по фунту сделки, не думаю, что есть смысл открывать сделки, потому что цена также между уровней в зоне уже отошла от уровней, ни сверху, ни снизу, в довольно-таки подвешенном состоянии. Поэтому, собственно, пока по фунту тоже есть смысл просто понаблюдать, посмотреть, как, собственно, торгуется. Но пока тоже, чтобы так отвес нападал, нет. То есть, тут, наверное, за пару часов прошли и очень туго падает, допустим, тут 50 пунктов, раз, два, три, четыре, пять, шестой час уже падает 50 пунктов. Но так, в принципе, не падает, если честно. Возможно, готовится как раз-таки цена уйти на разворот. Посмотрим. Загадывать наперед бежать не будем. Что на рынке нарисуется, то и будем торговать, не будем мы выдумывать какие-то точки входа. По канадскому доллару, что можно, собственно, сказать по канадскому доллару? Сегодня очень активно рост, дошел, в принципе, до уровня. Встретил первое, скажем, сопротивление такое более-менее, от которого, в принципе, может откатить. Пока же продавать тоже пока не хочется. Почему? Основное движение, основное направление пока как раз-таки рост. И продажи, если будут какие-то пока небольшие откаты. То есть, когда будет серьезный уже разворот, когда действительно увидим, что движение вверх себя исчерпало, тогда, собственно, есть смысл продавать. Пока достаточно, опять же, рискованно. Цена только-только подошла. Еще конкретного ничего не сказал. Ближайшая свечка пока черная формируется. Но возможно, что на следующем часе улетит цена еще дальше повыше. То есть, уже больно активно сегодня рост. Светлана, по ене? Хорошо, повторим по ене. Я думаю, время останется у нас, в принципе. Поговорим. То есть, по канадцу пока тоже наблюдаем. Напомню, что понедельник такой день, знаете, раскачка идет еще. То есть, выбирают, скажем, пары, куда двигаться, какое направление выбрать. И поэтому, собственно, пока так. Следующий актив наш, золото. Что по золоту? По золоту рост. И 11.30 я отметил зону, собственно. Но, как раз таки, цена, я думаю, до этой зоны и дойдет. Вопрос только когда и где нам зайти, чтобы нам также прокатиться до этой зоны. По дневному графику тоже видим. То есть, первый такой откат. Возможно, что и в дальнейшем последует рост до 11.30. Это ближайшая моя цель. А дальше уже, собственно, надо смотреть, что получится дальше. То есть, пока хорошей точки не вижу для входа. По новозеландцу. Алексей, дойдем. По новозеландцу тоже стоит он на списке. Пока хорошей точки по золоту, если честно, нет. Даже с большим стопом просто пока негде зайти. Поэтому золото тоже смотрим. Достаточно пока непонятная ситуация. Есть у нас здесь уровень, но цена от него уже отошла. Собственно, это и будет наша зона, наш уровень. Цена от него уже уползла. Есть смысл, собственно, подождать ее, когда вернется. Попробовать прикупиться с этого уровня вверх. Но пока ждем. То есть, торопиться по золоту не надо. Тем более, по золоту, как мы знаем, надо ставить большие, почти гигантские стопы, чтобы что-то хотя бы было, скажем, спокойно. По серебру. Что можно сказать по серебру? Ситуация похожа, собственно, как и с золотом. Какой-то определенности, ясности пока нет. То есть, сказывается понедельник, наверное. Не знаю, что тут сказывается. Но падает, не падает. И расти тоже не собирается. По сути, такой вот затишье, такой вот флет. Прошлая неделя очень активная была. Хорошо и росли, и падали. И движений было уйма. А сегодня пока так. То есть, в принципе, видим, такой уровень образовался. Цена, по сути, пока ниже этого уровня. Но чтобы активно, скажем, реагировала на него, тоже не скажешь. Поэтому продавать пока нет смысла. А покупки? Покупки возможны только тогда, когда цена будет выше данного, выше текущего уровня. Но продажи, продажи слабенькие очень. Поэтому серебро тоже пока, что называется, откидываем и идем дальше. По новозеландцу. Что можно по новозеландцу сказать? Вообще, по новозеландцу. Роман, price action использую? Да, конечно, в принципе, использую. Использую, конечно, не в голом виде. Но с другими, скажем, моментами, в принципе, работает достаточно хорошо. По новозеландцу у нас вообще-то есть, скажем, снизу уровень. 0,65 примерно уровень, от которого цена сейчас и пляшет. То есть, видим, пятничная свечка отошла. Я думаю, что потихоньку начнет она от этого уровня отходить. Как минимум до тех максимумов, где были. То есть, до, скажем, 0,67, в принципе, цена вполне реальна, что цена пойдет. То есть, вероятность того, что цена пойдет выше, больше, нежели она двинется вниз. Поэтому, собственно, ищем точки на покупку. Пока, опять же, тоже хороших точек еще не наторговались. Возможно, будет американская сессия. Дадут, собственно, где-нибудь зайти более выгодно. Но хороший заход был, по крайней мере, это, как минимум, при развороте с текущего уровня 65.13, 65.10 примерно. То есть, с этого уровня, как только цена подходит, смотрим, как она себя ведет. Если начинает разворачиваться, то есть, можно смело, в принципе, открывать покупки. Потому что пока баланс именно в сторону роста. То есть, вероятность того, что цена уйдет пониже, скажем, меньше. Нефть. У нас еще есть нефть бренд. По нефти, собственно, я сделку закрыл еще в пятницу, по-моему. То есть, неплохо там накапало, почти 100 пунктов нам. Что сейчас можно сказать? Замерла нефть 48.96. Тоже хорошо глазами уровень просматривается. То есть, если уровень, скажем, заметный, то, как правило, хорошо от него реагирует цена. То есть, если много участников видят данный уровень, значит, в принципе, он имеет силу. Но пока как-то им воспользоваться не скажу, чтобы что-то тут было интересное. Почему? Видим тут довольно-таки продолжительные, сильные проторговки. И пока сложно сказать, куда цена пойдет. 48.96, 49 примерно. Возможно, что цена немного отрастет. Вернется где-нибудь 49.30, 49.50. То есть, возможно, что как раз-таки немножко и отрастет. Так, Вадим, по Австралии есть доллар. Если посмотреть с 18 мая до сегодня на H4, цена у линии сопротивления. Можно открыть Sell. Сейчас, Вадим, вернемся и вашу идею посмотрим, проверим. Так, то есть, собственно, по нефти пока тоже стоим в сторонке, смотрим, наблюдаем. Если начинает цена разворачиваться, начинает от этого уровня отходить, собственно, покупаем и открываем покупки. Но пока видите, то есть, вот такие вот свечки, да, это явно неопределенность, пока баланс еще не установлен. То есть, идет тут борьба продавцов-покупателей и что-то конкретно сказать, какие-то конкретные действия предпринимать в этой точке очень рискованно. Посмотрим, начнет ли разворачиваться. Разворот же можно видеть только, когда его часть завершилась. Не совсем, Максим, скажем так, когда его часть завершилась. В развороте я имею в виду, как цена реагирует на уровень. Если она его просто не замечает, то, соответственно, наши действия определенные. Если цена очень хорошо на него реагирует, то, соответственно, есть в нем сила, да, и есть смысл его отрабатывать, собственно, торговать от этого уровня. Вот что я пытаюсь сказать. Я понимаю вашу идею, что разворот – это когда вот цена вот так вот ушла, тогда можно сказать, что она развернулась, да, вот примерно вот этот разворот. Но не совсем. То есть, разворот можно определить уже на вот этой свечке, хотя бы как минимум на середине этой свечки уже можно определить, да, и увидеть, отреагировала как-то цена, либо не отреагировала. Давайте по островице. Сейчас посмотрим, что нам Вадим предлагал. 18 мая до сегодня на H4. Так, ставим H4. 18 мая линии сопротивления сел, да. Хорошо. Так, 18 мая. У нас июль, тогда H4 здесь, а может масштаб сейчас. Сделаем поменьше. H4. 18 мая. Есть у нас еще немножко времени, побуду, пока выйдут новости, да. И тогда, так, 8 июля, июнь. Я так до мая не дойду в один нисходящий канал. По каналам не совсем, мне нравится торговать по каналам, скажем, в канале, да. И, возможно, как бы можно в нем торговать. Если у кого-то получается, пожалуйста, торгуйте, да. Но я не совсем люблю торговать в канале. Что 18 мая очень далеко. Я не думаю, что сейчас майские там какие-то максимумы либо минимумы определяют текущую торговлю, да. Есть смысл смотреть глобальных уровней ближайших. Здесь нет сопротивления либо поддержки, по крайней мере, где сейчас цена торгуется. Если мы имеем в виду вот этот 75-78, да, так он же и будет, собственно, как-то влиять, только когда цена к нему подойдет. Сейчас он на цену, но абсолютно никак не влияет, да. То есть на цену сейчас влияет вот этот мелкий уровень, который я показывал, от которого мы разок уже торговали в покупке 73-20. То есть он сейчас на цену влияет больше, нежели там все остальные уровни, которые сверху находятся. Они-то сверху находятся, да. И поэтому, собственно, есть смысл подождать, пока цена к этому уровню подойдет, посмотреть, как она на него отреагирует. То есть если она начинает разворачиваться, да, соответственно, тогда есть смысл уже что-то думать, что-то говорить. Но пока, пока, я говорю, то есть тут больше неопределенных, скажем, параметров, нежели какая-то конкретика есть, да, то есть в цене. А то, что цена, собственно, вниз пока не идет, это тоже очевидно, да, то есть я даже не знаю, о чем тут можно рассказывать. Вот, а то, что нисходящий канал в канале я не особо люблю торговать, то есть теперь я вообще в нем не торгую, да, по своим каким-то определенным, так сказать, убеждениям. Сергей, фунт новозеландец, давайте глянем, фунт новозеландец, так, здесь его нету, да, в минорах, возможно. Так, сейчас откроется график, посмотрим мы, что у нас по фунт новозеландец. Начинаем с дневки, смотрим, что на дневном графике, собственно, дневка начинает проседать немного, да, тогда есть смысл уже смотреть четырехчасовые. Вообще сверху достаточно такой сильный уровень, да, и я бы, в принципе, искал продажи, где нам зайти в продажи, да, то есть пока, пока же, пока сейчас продавать не совсем хорошо. Также почему, наверное, тоже видите снизу уровень, да, идея по новозеландцу такова, да, сначала, собственно, ждем, пока цена уйдет ниже уровня, потом ждем, ищем точки на продажу. Так, набросали вопросов мне. Сергей, надеюсь, в принципе, идея понятна по фунт новозеландец. Идея пока на снижение, но не прямо сейчас, видите, цена начинает от уровня отскакивать немножко вверх, то есть пока продавать не торопитесь, да. Как только цена уйдет за этот уровень, пробуйте, собственно, уже продать. Так, Вадим, по какой системе торгуете линии поддержки и сопротивления? Да, только не линии, а уровни и зоны, да, то есть потому что линия сама, она не может быть каким-то сопротивлением либо поддержкой. Плюс дополнительно, конечно же, есть еще несколько моментов, на которые я смотрю в своей торговле, да. Так, еще вопрос, каким образом можно определить то, что цена начинает разворачиваться от какого-то уровня, пока она не сильно отошла от него? Какая картина желательно, чтобы наблюдалась? Дело в том, что сейчас у нас аналитические семинары, я вам просто рассказываю ситуацию на рынке, рассказать какие-то моменты, да, которые в торговле используются, я, к сожалению, не могу. И по причине, скажем, того, что у нас не тот семинар и по причине того, что это необходимо время, да, то есть я в двух минутах рассказать не могу, как определить, что цена начинает разворачиваться, да. Но в любом случае надо смотреть, как цена реагирует на уровень, то есть она может, собственно, как-то на него отреагировать, да, а может просто-напросто не заметить. То есть такими моментами есть и смысл пользоваться. Разворот и рабочие, и, конечно же, более мелкие таймфреймы, как бы на них, на рабочих, на больших таймфреймах мы, скажем так, прицеливаемся, да, а вход, конечно же, надо делать на мелких таймфреймах, потому что, чтобы он был более точным. То есть, понятно, там пару пунктов в обе стороны это одно, да, но в любом случае на мелких таймфреймах надо прицеливаться, надо заходить. Остается пару минут нам, собственно, до выхода статистики. Посмотрим, как, что тут выйдет у нас, да, а где тут наша торговля по евро-доллару, что у нас тут по евро-доллару, цена и ни вверх, и ни вниз, да. То есть чувствуется понедельник такой, что называется, как на работе у многих, да, и ни вверх, ни вниз, так и, собственно, на рынке пока. Но основной баланс, я говорю, основное направление, на мой взгляд, как раз-таки пока именно вверх, да. Возможно, не сегодня будет движение, но вверх будет. И по ене мы уже, в принципе, в каком-то мелком плюсе стоим. Заходил я мелкими лотами, собственно, урезал я свой депозит, да, то есть чтобы сейчас будем делать основной упор не на количественные показатели, да, а на абсолютные. То есть будем смотреть четко сигналов, скажем, и размеры в пунктах, да, то есть не будем гнаться мы за большой прибылью на этом счете, по крайней мере, есть у меня еще несколько счетов. На этом счете будем смотреть именно саму аналитику, да, то есть сами моменты, точки входа и будем брать с рынка то, что надо брать, а не, скажем, какие-то там небольшие, там 15 пунктов и так далее. Да, то есть будем брать, играть по-крупному, что называется. Вот, иена пока раскатывает, да, собственно, евро пока упирается, да, но ключевое слово здесь пока, что называется, потому что я думаю, что баланс должен поменяться и стоим мы, я надеюсь, стоим мы в правильном направлении. По иене, тем более стоп вообще мелкий, по евро, конечно, стоп немножко побольше, да, зашел не совсем, скажем, правильно, поторопился, вот, но в любом случае сделка открыта, поэтому, что называется, стоим в рынке и работаем дальше, да. Буквально минута осталась, если есть еще у кого-то вопросы, можете задать, постараюсь ответить, тут один-два вопроса, я думаю, время у нас будет еще, да. Вот, если вопросов нет, тогда сейчас ждем выхода статистики, посмотрим, напомню, что здесь два показателя, один по Канаде, один по США, да, то есть, Елена, интуиция или строго по своей стратегии придерживаетесь, я стараюсь придерживаться своей стратегии. Иногда, конечно, это не получается, да, то есть, все мы люди, что называется, но по интуиции торговать, я думаю, у девушек тогда будет преимущество, так как у них интуиция развита лучше, чем у мужчин, да, то есть, но я стараюсь не торговать. То есть, бывает иногда, что называется, какое-то там чувство, да, вот куда зайти, но в большинстве случаев я как раз-таки стараюсь торговать по системе, это залог успеха, что называется, да. Так, что цена зашевелилась, что-то задергалась, да, похоже, вышла уже статистика, посмотрим, что у нас здесь по США, хуже, значительно хуже по США, чем ожидалось по Канаде. По Канаде все прекрасно, просто замечательно у них, соответственно, так как по США вышло хуже, по доллару, собственно, можно становиться против доллара, да, наше евро оживилось, и иена тоже, собственно, оживилась и пошла еще немножко пониже. По иене какие цели, да, то есть, я думаю, сильно жарничать не надо, цели примерно 124.18, это и будет наша цель, да, и, соответственно, поставим мы сюда наш take profit и попробуем взять, собственно, подход цены. Если цена к этому моменту не подошла, да, где-нибудь будет здесь дрифтовать посередине, тогда уже будем применять наши руки, да, и будем закрывать руками. По евро пока, собственно, цена начинает двигаться в нашу сторону, не может не радовать, да, то есть, поэтому как-то так. По Канаде, по идее, должен он, собственно, откатить вниз, да, то есть, уровень, собственно, цена начинает откатывать. По Канаде можно даже вдогонку, наверное, открою, хороший показатель очень был по статистике, который у них вышел. Я думаю, есть смысл и дальше пока стоять сейчас в продаже. Почему? Потому что, видимо, целенаправленно цену сегодня целый день гнали, собственно, вверх. По фунту, сейчас посмотрим, что у нас по фунту. По фунту пока ничего не могу конкретно сказать. Фунт, что называется, завис, подвис, да, между уровней и что-то ему сделать, пока, ну, как бы руки не чесались, не стоит, нет смысла. Как только цена уходит вверх, да, а, соответственно, тогда уже, знаете, что делать, ищем покупки, да. Но пока по фунту никак, что называется. Вот, три сделки пока у нас, собственно, на сегодня по обзору у меня все. Посмотрим, как они отработаются, да, постараемся взять, что называется, по максимуму в выражениях в пунктах, да, то есть там 30 пунктов, не 10 пунктов, а 50 там, либо больше, да, то есть будем пробовать так торговать. На сегодня у меня все, понедельник, завтра увидимся, да, посмотрим, как что торговалось, особо, так сказать, пока в рынке там больших дел не делайте. Начало недели, еще будут моменты, я уверен, будут отличные, хорошие входы. На этом у меня все, всем всего хорошего. С начала у нас рабочей недели и встречаемся завтра в это же время. Продолжение следует...